Они имеют формального смысла, и простых, как удача, они не забудут, хоть каждый решает, что произносить неправильно, а более сложных, которые будут, конечно, в ваших, да, затумных, да, вот, если так получится, пока... Потом подсудим, сейчас. Держи, покушаем. Какая задача? 417-б. Это что? Центральные нутербольные, которые зацеплены, они вне конвенторных затопок. Что это значит? Сейчас скажу. У нас есть такая операция. Какая-то у нас есть такая операция. Какая-то у нас есть такая операция. А еще где-то есть треугольник B и B. Вот. Мы кладем, значит, что есть у нас. Вот есть треугольник А, Б, С и А, Б, С штрих. И при этом, так сказать, обыкной гоночкой треугольника А, С, С штрих и Б, С, С штрих, вот, они не пересекаются с границей другого треугольника, то вот сложение треугольников X, 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 Z и А, Б, С и пары треугольников X, 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 Z и А, Б, С штрих, они не пересекаются с границей другого треугольника. Сейчас затоплено. Выживаются такие периметровые эквиваленты, а просто эквивалентность это? Сказать последовательность этих периметровых эквивалентностей. Да, если одна пара треугольников может быть переведена в другую последовательность, чем эквивалентность, то эти пара треугольника называются эквивалентностей. Значит, я хочу воспользоваться задачей 4.1.4. Воспользоваться для чего? Как всегда, по-русски. Ну, я хочу, что у нас пара треугольников зацеплены. То есть, вот такие, у которых... Да, вот такие. И пара треугольников, которые не эквивалентны, они не эквивалентно изотоплены. Ну, давайте обратим, значит, предложим. У нас есть такая последовательность эквивалентностей, которая переводит эту пару в эту пару. Я хочу сказать, что у нас зацепленность, она, скажите, по задаче, которая там 4.1.4, она сохраняется при каждом эквивалентном эквивалентном. Значит, если я этим эмкоцеплен, то просто по последовательности они останутся зацеплены и не могут получить 7.1.4. Я могу сказать, что это делается на 4. Да нет, ну, собственно, сейчас. А, ну, не надо, не заделась. Ну, у меня есть. Ну, то есть, сейчас, наверное, можно с помощью фундаментального выпуска это как-то слишком сложно для такой задачи. А можно, вот, как это называется, по-моему, коэффициент ступеней, вот, ну, это тоже слишком сложно. То есть, тут ровно коэффициент ступеней вводится на данном, на таком языке, на котором будет просто. Ну, да, да, конечно, да. Помещение треугольника. Это и тот элемент, который... Какую-то плотность построить проекцию и показать, что в поле... Вот это гораздо более простое преподавание. Гораздо более простое определение того самого сцеплены дисциплины. Там, контур одного треугольника, близко, ну, из другого, но он в одной точке. Да, конечно, это можно сформулировать и на реке проекции треугольника. Ну, здесь это не нужно сильно. Давайте потом посмотрим, как в пароекции двух треугольников выяснить зацепленные, зацепленные или нет. Это межуристика, просто вот такое. Задача для ее разрушения прямо сейчас ко всем. Ну, надо, например, отметить, как пересекаются границы... Да, как бы выше, как бы не... Да, так, так. В этом случае, сумма должна быть часа. Точнее, ведь это нам это не нужно, но в каком-то смысле это нам оказалось, что было нужно, и мы, наверное, даже выясняли. Хотя вы знаете. И сейчас сумма не нужна? Сумма чего? Сумма по контуру одного треугольника... Сумма чего? Ну, что, больше считать там с плюсом, ниже с минусом, выше с плюсом? Ну, за первое, понятно, что это не нужно с плюсом минус, потому что мы, как бы, очень молодые два считали. То есть, нужно понимать, что если... Конечно, разность количественности яхов в сумме. Нет разности, я не только... Сумма, да. И сумма, конечно, много, первое. Так сумма, конечно, много. Опять же, из-за того, что мы более простой объект выбрали, с ним работаем, левчим, тяжеленько, да? Да, просто количество... Не нужно раньше времени. И в нем проводятся сложные объекты. А количество точек где-то другой тревольник смеха? Да, да. 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 Нет, у меня нет экспериментов. Что? У меня 1-4-5 сетей, кажется, я в виде. Ну, конечно, да. Ну, собственно, вопрос к Даниилу и Кнаде стоит ли разбирать? Если вы решили, 4 лет, 4 лет, 4 лет не получили. Не стоит. Ну, в смысле, это понятно. Ну, как бы, а не стоит, это вы, вы сами не можете. Думаешь, мало? А? Неинтересно. Пожалуйста, Миша, скажите. Ну, вообще, я хочу, значит, во-первых, я хочу воспользоваться тем, что вот у нас здесь как бы строится тетрайдер АВЦ. Да, я хочу хотя бы коротко сформулировать условия. Да, да, я не прав. Значит, я хочу сказать, что если у нас есть тревольники АВЦ, если их Z и чуточка C' и при этом контур тревольника XYZ пересекает А. Ну, за штриховное множество. Да, за штриховное множество. Вот, в чёртом числе точек, то, естественно, пара тревольников АВЦ, ну, пары АВЦ и АВЦ и АВЦ и АВЦ, они являются либо обе зацепленными, либо обе не зацепленными. Ну, и наоборот, если количество точек нечётное, то одна из них зацеплена не было и нет. Значит, я хочу воспользоваться тем фактом, что граница тревольника пересекает, как говорится, в моём смысле, трейдера в чёртом числе точек. Ну, если вершины находятся, в общем-то, на трюбе, да? Ну, наверное, это всегда может потребоваться. Ну, потребует-может, требуется эта задача. Ну, можно немножечко подвинуть? Нет, ну, что-то подойдет, там количество решений изменится. Ну, задачи требуются, поэтому уже не это можно пользоваться. Ну, на самом деле, при применении этого, да, то есть у нас, когда мы, когда мы доказывали, что вот такие пары не затоплены, да, вот там уже нет никакой обществоположения. Давайте мы к тому вернёмся, что делать, если наше элементарное реализование делается без обществоположения, да, тогда, формально говоря, невозможно будет воспользоваться этой задачей. Ну, просто, чтобы это обсуждать, нужно, видимо, решение посмотреть, хотя бы, для случая общего положения, то есть, посмотрим. Сейчас, значит, сейчас это интересно. А, да, да. Ну, если говорить, что четное число при точке пресечения со всей поверхностью этого проекта, и, значит, если с не заштрихованной частью поверхности четное число, значит, и с не заштрихованной тоже четное число. А это значит, ну, значит, если сказать, что два цирвольника заштрихованная, тогда это, тогда, когда число точек пресечения границы одного с поверхностью другого не четное. Значит, если первые дно были заштрихованной, значит, нас с 30 границы было не четное число точек пресечения, а точка пресечения с 5 границы или с нижней, оно сомаражно четное. Какой корень? Высший треугольник и новый треугольник АБЦ и АБЦ' Значит, если с одним было, я хочу сказать, что пересечения с нежстеховыми поверхностями это пересечения с треугольником АБЦ и с треугольником АБЦ' Значит, если оно четное, то если АБЦ нечетное, то и с АБЦ' тоже нечетное Ну, пересечения этой границы Значит, если один другой дезинцентральный, то и другой тоже дезинцентральный У нас нежадность числа точек пересечения включает дезинцентренность И наоборот, если этот дезинцентральный, то здесь четное число точек пересечения, и в другом, значит, тоже четное число точек пересечения Ну, да, наоборот, как бы практически все же самое И тут, наверное, удобно ввести руководство зацепления двух-треугольников, как в очередь поможет, чтобы наши качественные вещи в виде формы можно было записывать, и тогда как бы осуждение обе стороны будет одной формы проделываться, где-то удобно. Можно сказать, что сцентрирована эта граница одного человека, в общем, количество точек, да, по мудрю два. Допустим, в определении проводится вот главной точкой, но на самом деле это относительно тому, что мы нечетная точка, поэтому место числа может у нас быть нечетной, что гораздо удобнее. И еще была масса примеров, потому что мы в этом виде здесь. Понял? Ну, можно это видеть совсем симметрично. Такой формулы стокса с коммунизмом, да, что если имеется титрайдер и треугольник, то сумка сцентрирования вот этого треугольника отгранили титрайдера равняется 0, да? Ну, мы можем дать там общего. Ну, так мы ждем отчетки, да. Мы ждем отчетки, там, или формулы стокса, или правила Киргофа. В общем, можно еще правила Киргофа, как я уже загнул, видимо, это, конечно, связано с физиками, скорее с магнитинами, чем с токами. Да, спасибо. Да, тогда, Денин, пожалуйста, тирогиму Радона. Да, кстати, Денин выважится, что, ну, и узнать, и Денин есть много, ну, там многое, где можно узнать, даже если звездочки не считать. Поэтому, то есть, просто попробуйте ваши какие-то пожелания, так что, в первую очередь, хочется задавать, будем их реализовывать за счет меня и зашеднейших. Чтобы все без звездочек из заданий только задавать. Желательно, как бы, из первых заданий, то есть там. Я не знаю, какие причины решены. Ну, вот, пожалуйста. Ну, тут же не все, по-моему, нерешенные. Из первого, по-моему, у меня 90%-то точно есть, а вот из последнего много чего, да, непонятно. Ну, хорошо, а последний, чем-то? Ну, вот из СЧГ, то есть вот два последних, там, как-то, ну, в общем, три есть идеи, но непонятно, вот 3-4, 3-7, 3-4, 3-1, ничего не получилось. Да, 1-4, а это просто теоремика, потому что 2-1, да. А если не шло, не получилось. 3-4, это будет свечи, а сейчас 3-4, это такое, тебе уже не будет очевидно. Сейчас, это 3-14. Да, забыл. Сейчас, да. Нет, тут много чего, как-то, совсем очевидно, но если я столько доказываю, то не совсем понятно, да? Да, давайте конкретно задаться. Так, знаешь, а вот ты теоремика 7-4 сделали, нет, у тебя что-то? Нет. А, ну, опять же, да. Ну, опять же, да. Существование, а вот нечетность, я. А, то есть, осуществование получилось, да? Да. Ну, это обсуждается. Да, нет, конечно, мы обсуждали, но только обсуждали в первый раз, не заявляет результат, как я не могу сказать. В принципе, это возможность, что не получилось. Довольно обсуждали, а что-то обсуждали. Четыре аналоги теоремика? О, это уже точно. Это уже про этикаты произведения? Да. Что, не получилось про этикаты произведения? Не совсем негативно, понятно. То есть, определение, понятно, там, что оно написано, но как-то прочувствовать его у меня не очень получилось. Почему не придем два-три зрения? Нет, сам не сейчас. Спасибо большое. Хорошо, тогда я пояснение по этому поводу. Ну, допустим, там, значит, видимо сейчас какая-то общая часть, я скажу какие-то пояснения для всех, потом уже на подгруппу разобьемся. А, сейчас, потом позовернемся, но давайте мы вернемся вот к этой задаче. Почему все-таки вот такая пара треугольников и является кабинаторной изотопной вот такой паре, да? То есть, мы фактически доказали, что если в условии кабинаторной изотопности добавить то, что вершины треугольников обязаны находиться в общем положении все время, да? То вот такой, как бы, хорошей кабинаторной изотопности они не являются кабинаторной изотопной, да? А если, как бы, души плохие, то я не знаю. Как же быть, естественно? Там была задача про то, что в любых двух тревольных можно немножечко поднимать вершины так, чтобы сохранилось, чтобы принялось вообще отложение, но не сохранилось. И при этом не потерялась зацепенность. Да. Ну и хватит этого утверждения. Ну и хватит этого утверждения. В любых двух треугольников, в том числе не общего положения, определено, зацеплено или нет. Правда, если треугольник не общего положения, там нужно чуточку по-другому произнести определение, да? Нужно уже, чтобы, во-первых, контур одного пересекал внутренне с другого ровно на одной точке. Во-вторых, нужно, чтобы два отрезка контура, исходящего из этой точки, находились бы по разные стороны от плоскости другого треугольника. Ну, то есть, миша прав, эту лембочку нужно использовать. То есть, лембочку о стабильности зацепенности, да? Так ее разом назвать. Ее нужно использовать, но как? Не хватает ее, ведь... Ну, у нас же как бы имеется целая последовательность, да? В партии угольников. Ну, собственно, наказывать хотим от оперативного. Вот, допустим, имеется по своим партии угольников, если в ней все пары общего положения, то есть... то... тогда, в принципе, не сохраняется. А если есть некоторая пара, то лембочку не в общего положения. Что делать? То есть, вы можете ее заменить на очень близкую пару, при этом там сохранить церковь церковь, на стабильность, или же сохранить его предусловие что? А, ну, если вы будете зацеп отнести еще двое? Да. То есть, идея такая, что вот как бы исходная пара треугольников, вот она, да, вот конечная пара треугольников, вот промежуточные, и вы спросите, что если пара на общее положение, ну, заменим ее на близкую пару общее положение, да? Здесь же любые две были элементарный эквивалент к друг другу, да? А будет ли это близко элементарный эквивалент на вот это? То есть, как бы хочется заменить такой фрагмент, но вот такой фрагмент, да? Да. И так вот это вот прямо о стабильности даст нам эквивалентность вот горизонтального общее? Не время о стабильности, ни кое-ква листья нет. Вот. Она говорит, что если треугольники, ну, любой треугольник может просто заменить, не элементарную эквивалентность, а просто вот передвинуть немножко вершину. Ну, нельзя сказать, что элементарная эквивалентность это условия на зацепленность треугольника. Это условия? Это, честно, преобразование, как сказать. Да, я сейчас... Я думаю, что это неизвестник. Но условия на креативное, это то, что мы можем изменить одну вершину, это условия на зацепленность треугольника, на ЦСР, ну, не зацепленность с тем другим треугольником. Не, что-то я жил бы, ну, наверное, можно сказать, разумный мысль, просто очень неудачно формулировать, да, потому что в элементарной эквивалентности, в элементарной эквивалентности никакой зацепленность нет. Там она, конечно, скрыт, да, то есть там практически говорится, что вот этот треугольник не зацеплен с этим, да, но это как бы не то, что может применить. Нас-то интересует зацепленность X, L, X, Z и А, В, С, да. Да, и когда мы немножечко двигаем решимку C, C-штрих, это тоже преоплевание треугольника C, C-штрих. Хорошо, и что? Как использовать? У нас будет, у нас там есть тема, что можно подвинуть на эпсилон, он будет на 3 эпсилон, наверное, от 3 пар треугольников. А кусть 3 пар развелись? Ну, соответственно, мы хотим, чтобы сохранилась цепленность, собственно, 2 треугольников. Ну, сейчас. 1 эпсилон ограничивает то, что нам надо сохранить цепленность, собственно, зданий треугольников, которые мы видим. И еще 4, они ограничивают недоцепленностью этих боковых треугольников и другого. Что-то непонятно. Ну, ладно, то есть, у нас пошло всех подумать, да, кстати, кто придумает, выйти застер, скажите. Ну, ладно, естественно, там. Так, ну, пока не будем, если что-то другое делать, вполне разумно, вполне, можно про это подумать. Опять же, там, 3 задачи, если еще, может, даже не решила, там, 5 или 6, ну, ну, 4 или 5. 5, да. Ну, по-моему, понятно, можно справиться. Пока. А как мы переходим от пары треугольников к другой паре треугольников? Хорошо. Значит, мы сейчас обсуждаем задачу 4-1-7-б. Понятно, где-то проблевок. Да. Тогда, значит, сама сможет это ответить на этот вопрос. А сейчас мы уже не проще всего попробовать доказать, что и горизонтально там тоже... Понятно, что в определении нет никакой эквивалентности, но доказать, что она там, на самом деле, есть... Вот когда мы поговорим про стабильность, что при вот таком небольшом изменении трех решений, это, на самом деле, способность вот разрешенного движения. Попробуйте сказать четкую формулировку, так как это будет понятно, что... Ну, что, как вы рисуете, четкости, чтобы и горизонтально ее тоже можно тренировать? Ну, опять же, попробуйте почетче, сформулировать, значит, ну... Что можно доказать, что при выполнении условий лямо-стабильности выполнена также и комбинаторная экзотопность? Ну, как-то вот, без запутывания, можно то же самое сформулировать. Не можно доказать, что опробуется, что, но просто это говорить. Не при выполнении условий лямо-стабильности, а, как бы, скажите, эти условия... Это же короче сказать, чем выполнение условий лямо-стабильности. То есть, если не запутывать, то получится что-то, с чем можно работать. Да, если они запутывают, то этого не получится. Скорее всего, один я, но просто хочется, чтобы это прозвучало коротко и ясно. То есть, видимо, хочется доказать, что любой треугольник, комбинаторный экзотопинь достаточно близко к нему, да? В любом достаточно близко к нему. Не любому, а что найдется, это, конечно, близкий, к которому он запутывает. Ну, не любому, понятно, там, что это так, но, слушай, можно сказать, что... У нас же комбинаторная экзотопность не для треугольников, а предназначена только для пар, да? Понимаете, если на этом уровне... Это может быть не очень строго, но если на этом уровне понятно, давайте на нем и будем действовать. Вот я вот выдраждаю, как в качестве утверждения, а не в качестве того, что это правда, да? Что для любой пара треугольников Существует такое дельта, что если я заменю один треугольник на дельта близкий, по вершине, то новая пара будет к которым я соглашусь так. Вот. Как по вашему, это верно или нет? Да. Что он, то есть найдет такое дельта? Угу, конечно. Вот. Ну, то есть, если я это понял, что это верно, то нужно проверить две вещи. Во-первых, верно ли это действительно, и во-вторых, получится ли это использовать, чтобы доказать, что получится ли это применить. Что из этих двух проще? С чего начнем? Ну, слабо с точки, конечно, начнем. Второй проще, но потому что у нас будет эквариант еще и горизонтальная, и мы сможем уже однозначно вместо точки затеять. Как такое? Давайте, а, вот так отмечать, так сказать, треугольник общего положения, ну, так отмечать пара общего положения критичного, да, вот, начальное исходное общего положения, а, так сказать, пара между точными, ну, пусть даже все, не общего, да. А вот так отмечает в себе эквивалентность. Тогда вот это эквивалентно вот этому. Почему вот это эквивалентно вот этому? Вот так. Поэтому стираем эту стрелку. Вместо вот такой цепочки получаем вот такую цепочку. То, что новая цепочка более длинная не важно, но в ней столько же пар не общего положения. Поэтому мы ни от чего не избавились. Правда. В общем, мы хотим сказать, что клемиатурная затопность это... А, сейчас. Все-таки как бы... Это же, наверное, не ребро, а какое-то несколько... Я скажу, что у нас же эквивалентность, она тензитивная, и если есть вот вертикальный центральный ребр, то то, которое вы строили, его все-таки можно вернуть. И тогда мы обойдем точку вот этого. Не обойдем. Потому что вот это ребро будет вот таким же, да? То есть те элементарные преобразования, которые от этого к этому приводят, и есть. Но в этом процессе будут пары не общего положения. Да? Ну, конечно, можем и не вот такой процесс, а какой-то более сложный запустить, да? Но почему в нем не будет пара общего положения? В принципе, когда проект должен заводиться. Вот. И, в принципе, это, наверное, даже можно сделать. То есть как-то постараться доказать, что не просто любую... Да, вот то рассуждение, которое часто возникает, да? Что применять по-настоящему общего положения нужно не просто любую пару треугольников уметь превращать в пару общего положения, да? Но любую гомотобию между ними Прямо вообще по гомотобию общего положения. То есть в такую, которая на промежуточных шагах все плавали в общего положения. Ну, естественно, под гомотобию я понимаю даже дискретную последовательность треугольников, да? Не обязательно, потому что обычно понимается под гомотобией непроизводные преобразования, да? Вот. Это возможно, но, так сказать, не будет ли точно как-то работать с парами не общего положения, может быть, зацепленность для них определена, конференция определена, может быть, просто сформулировать аналог вот этого для пары не общего положения будет проще. Ну, вспомним происходное определение, да, зацепленности. Да, но чуточку более сложное для пар треугольников, который находится не в общем положении, но всего лишь чуточку, да? Возможно, это правда, но даже если это правда, то вот канонический способ, очень удобный способ не такой. но главный способ в том, чтобы поверить геометрию алгебры, то есть заменить естественное определение, включающее пересечение там геометических фигур, да, на более алгебраическое. Значит, а именно, давайте я вместо вот такого геометического объекта рассмотрю, в общем, да. Формула, которая была, она заключается в том, что эта штука просто равна разности, или что же самое, сумме, это, по-моему, или два процента в цеплении. Честно? Ну, не это, конечно, поэтому. То число, да, то число, да, то число, да, то число, вот это маленькое, которое понимает, у нас есть задача, да, пересечение контура треугольника с черным зашлихованным множеством, оно равно разности по-моему, касаемо цеплении , ну, там, минус и плюс касаемо цеплении , А вот сө . Такая формула там показалась, и мы ее показали для случаев общего положения, да. Вот. Осталось бы вот это число было чем? было чем? Но было X, Y, Z, пересеченное с обледенением угольника АВС штрих и АТС штрих и ВС штрих. Вот эту левую часть мы преобразуем, точнее заменяем для случая необщего положения в виде суммы. Ну, короче, сумма, это, кстати, пайкоидов, треугольников АВС. Их всего три, удобнее написать. Да, да, значит, пайкоидов, и здесь, ну, тоже будет всего два слогаева, хорошо, дельта это либо треугольник АВС штрих, либо треугольник ВС штрих. Преобразуем левую часть в виде суммы в штифлограммах. В чем смысл этого? Ну, в том, что даже если вот эти вот четыре точки АВС штрих лежат в одной плоскости, там как-то нужно внимательно разбираться. То есть, когда треугольник ХВС может, ну, как бы, как здесь, все четыре точки равной плоскости. Значит, тогда если треугольник ХВС протыкает ее вот в этой точке, да, нужно, как бы, она, вообще-то, должна считаться с коэффициентом 2, если говорить неформально, да? Вот, если смотреть на геометрическую фигуру, то, как бы, очень мудренно сказать, как бы, что же она считается, ну, очень мудренно это выразить. А если разбить пересечение на пересечении элементарной фигуры, отрезков и треугольник, ну, пожалуйста, вот так мы это просто говорим. Сейчас, на воззине общего возложения там все... Ну, да, то есть, я не говорю, что это прям так сразу работает, да, потому что, в конце концов, в этой сумме могут быть, ну, эти пересечения могут быть бесконечны, да? Вот. Ну, по крайней мере... Ну, что, у меня все точки несколько раз складываются. Ну, если там... Или, как раз, вот этого не будет, то есть, если... Если вершина треугольника ХВС попала на одну из трех, то она в два раза больше не будет. Значит, вершина треугольника ХВС попала на одну из трех. Ну, как раз, этого не может. Ну, это мы все-таки, это мы должны считать, да? Потому что... Это мы должны... Это мы должны предположить в формулировке. Потому что, ну, собственно, если говорить неформально, то мы смотрим, как меняется зацепленность при изменении одного треугольника, да? Но при таком изменении, при котором, ну, движущийся второй треугольник не пересекает первого, да? Или, если на более формальный язык переходить, значит, мы собираемся эту лему применять в ситуации элементарной эквивалентности, да? Все-таки в элементарной эквивалентности требуется, чтобы зацеплённое множество не пересекало вот этого. Вот. А тогда все это корректно. Собственно, тогда... Ну, да, и то ноль, и то ноль, то есть... Собственно, тем самым мы получили, что применить получится. Знаете, если мы докажем вот такое равенство для точек не общего положения, но все-таки таких, для которых контуры этого треугольника не пересекает до стиховного множества. Значит, тогда применить получится, но доказать тоже получится. Значит, давайте посмотрим, почему это очевидно. Значит, почему справедливо вот такое равенство, значит, если имеются 7 точек не общего положения, зато для которых треугольник X и X не пересекает за штриховного множества. А, ну, это тавтология получается, то есть нужно доказать, что консенсы с цеплением совпадают, да, поэтому... Ага. Ну, то есть не то, чтобы мы эту лену применяем, просто как бы мы применим, потому что доказать, что при элементарном преобразовании процент цепления сохраняется, да. Ну, хорошо. Значит, все-таки, да. Ну, все-таки, достоинство этого метода в том, что лима отчетности работает, да, лима отчетности на общего положения, когда мы говорим, что, ну, если аналогичным образом разложить пересечение треугольника X-трайдер сумму, да, если окажется, что каждый отдельный слагаемый, то есть каждый отрезок, то есть каждый треугольник в конечном количестве точек, а значит только в одной, да, то уже вот такое пересечение будет четко. То есть вот такая, ну... В случае... Сейчас... В случае общего положения. А? Давайте посмотрим. Значит, вот, скажем, ну, приду пример необщего положения. Посмотрим, справедливо ли в нем, ли в отчетности или нет. Ну, пусть, скажем, наш треугольник... Ну, пусть он, как вообще, так, устроен, что... Пересекает... Объединение ребер ставит она хровую в одной точке, да, а объединение граней пересекает хровую точку. Вот так вот, да. Но здесь треугольник пересекает, справедливо ставит геометрически в одной точке, да, поэтому никакой четности нету. Ну, если мы рассмотрим сумму пересечения отрезков треугольника с гранями, да, получится два. Так что вот такая алгебраическая ремма отчетности, не требует общего положения и с гранью. А почему мы все-таки... Как мы избегаем случаи вот бесконечного числа точек пересечения? Это же не общее положение. Это предполагает, конечно. Мне кажется, здесь вообще не работает. Если мы возьмем перешинку на грани тетрайдера, из меня так один на грани, другой раз внутрь, и, так сказать, и оно пересечет. Ну, пробуем. Если пересечения будет не на грани, а на вершине тетрайдера, то это все реально почитается. Хорошо. Согласен, да. В этом случае не будет работать, и, как бы, тут потребуется общее положение, но, так сказать, меньшее, да. То есть раньше мы запрещали пересечения одномерного и одномерного, да. Как бы, ну, имели право, потому что любое положение точно может подвинуть, так что пересечения одномерного и одномерного не будет, да. А теперь мы это разрешаем, ну, потому что это, так сказать, оказалось удобным для изучения зацепенности рукой. И запрещаем только совсем плохую вещь, когда одномерный пересекает двумерный. Ну, и, как бы, да, мы не избавились от общности положения совсем, мы как бы заменили это условием гораздо более слабо, как... И бесконечно тоже вытянуты. Да, да, да. И бесконечно вытянуты, да, допустим. Или одномерный, или двухмерный. А? Сейчас. Дмэр. Нет. Нет. Одноверный и двумерный. Нульмерный и двумерный. Нульмерный и двумерный. Если треугольные вершины касаются границ этой, или не на ребре, а вот так, два внутренних границ. Так, два отрезка? А, два отрезка, да, да. Нет, а почему может быть одно из ребра, оно идёт, потом и другую границ протекает. То есть еще одно протекает? Нет? Нет. А другую никакой одного протекает. Он идёт внутрь протекает только одну грань, не только это ребро, а другую идёт наружу и там протекает снаружи. Да, согласен. Да. Ну да, здесь 52, а там 11. Да. Согласен. Да. Ну, то есть... Ну, хорошо. То есть, всё равно, вот такая алгебарическая формализация геометического пересечения позволяет чуточку избавиться от общее положение. Не отказаться совсем, а его осматривать. Ну, вопрос в том, что будет ли это работать для нашей цели, да. Я, честно говоря, ну, уверен, что будет. Не уверен, что этот метод будет оптимальным, да. Но сам метод мне вам хотелось показать. Потому что, собственно, в этом-то и заключается суть теории коммологии, да. Потому что, ну, мы как бы... На эту формулу теперь смотрим так, что мы как бы рассматриваем вместо треугольника xyz рассматриваем формальную линейную глубину, сюда xyz, плюс z, плюс z плюс с его сторон, да. Вместо экстраэдера, там, А, Б, Ц, Т, Их, рассматриваем формальную линею для линейной комбинации его номерной грани. Первая называем «Одномерная» теперь, вторая называем «Одномерная» теперь. Ну, и тогда, так сказать, вот эту же сумму, да, удобно написать в виде скалярного произведения в треугольнике xyz, вот я, контур треугольнике xyz, да, который же рассматривались не как в геометическом треугольнике, а как формальную линейную комбинацию сторон. Значит, скаляр был вложен на, так сказать, поверхность тетраэдера А, Б, Ц, Ц, который тоже рассматривались не как геометическое место, а как, так сказать, формальная линейная комбинация сторон. Ну, и, как бы, в таком виде это всего лишь, как бы, как бы, всего лишь обозначение, да, то есть, удобная запись и вот такой суммы. Потому что все равно, когда мы эту сумму-треугольнике образовываем, то мы, ну, все равно, ну, фактически треугольник отделен, поэтому его удобно рассматривать вместе, да. Это, так сказать, всего лишь обозначение, ну, так сказать, как это часто бывает. Даже введение некоторого объекта ради обозначений иногда указывает на то, что этот объект полезен, интересен сам по себе, его можно вести, так сказать, всего по себе. Пока у нас примеров этого не было. Ну, хорошо. Значит, тогда, я думаю, вот что нужно. Как вам надо делать? Значит, эту задачу СМБ я прошу додумать. Может быть, даже сегодня временно это дам. Да, давайте. Прямо сейчас это дам. Вот. Потом уже обсудим здоровый материал. Так, значит, то же самое. Доказать, что если, да, доказать, что обычная пара и зацепленная пара, треугольник, они являются скалитонными стопами. Скалитонными стопами. Да. Говорит. Ого. Ну если коротко, я хотел про это подумать, потом... У нас сейчас 3,7Б, вот эта, которая из нас 14, да? А, ну вот она, я не говорю. Нет, 4,1,7Б. Нет, 4 здесь уже не сейчас. Да, из других литров. Ну, условия сформулированы в раз, зацепленная и не зацепленная пара треугольников не является комбинаторной натопной трудовой. Не знаю, почему это помогает. Процесс неообщенности вложений. Что происходит? Оказывается, что в процессе преобразования можно попытаться наехать треугольником на виду другого треугольника. А что мы запрещаем? Мы запрещаем их предпритечение. Ну, внутренностью треугольника не решим. Ну, а здесь треугольников, может быть. Ну, может быть. Тогда как раз мы... А в этом случае у нас не работают? Я понимаю, да. Тогда полезно эту идею скомбинировать с другой. То есть, ну, взять... Ну, как бы, есть... Ну, короче, попробовать заменить цепочку необщего положения, да, на цепочку, ну, именно... А, понятно. На цепочку, да, в которой совсем плохих пар не будет. Плохие будут, но совсем плохие будут. Сейчас, совсем плохие... В трёхмерном пространстве это когда есть пять точек, лежащие в одной плоскости. Совсем плохие. Просто плоскость это надо четыре точки в одной плоскости, а совсем плохие это пять. А может быть можно рассмотреть ближайшие две соседние пары, одна из которых недостаточно на них конец. А что и что? Для них, если обращаем на общее положение, то тогда начальше. А если не общее... Да, если не общее, да. То есть не общее это положение. Как доказать? Нет, конечно, достаточно доказать. Для одного пары даже не обязательно ближайшие. Если будет от одной пары попадать в другую элементарную реализованию, то зацепленный сохранился. Именно правильно речь. Это достаточно конечно. Но можно смотреть за одним реализованием? Да, да. Естественно. Отлично. Оксана. Глазия. Ужие. Но сikit соответственно tingло. somнит. Продолжение следует... 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 А. Значит, О не лежит на границе треугольника АВС. О не лежит на контуре треугольника АВС. И, значит, никакая такая нурмерная не лежит на одномерном бутетном. Что для этого нужно? Никакая вершина треугольника АВС. О не лежит на пленке. Ну, можно сказать, что это из чего? Ну, не на пленке. Как раз на пленке-то будет. Не А, не Б, не Ц, не лежит на пленке. Но это, конечно, условие общего положения. Но оно как бы крайне общего положения, на которое хочется избежать. Поэтому я хочу сказать, что ни А, ни Б, не Ц, не лежит ни на одном отрезке. АВС пересекается с ОХ объединенной в виде объединенной с ОЗ по пуску множеством. Сейчас, видимо, не хватит, потому что, опять же, у нас можно довести пленка, когда вершина на роз этой пленке. И она ребра просто карает целых. Хорошо. То есть пока мне, как бы, ну, я как бы, не очень тут нужно заботиться о силе этого определения, да, поэтому поставлю то, что Миша говорит. А именно, что там, АВС не, ни одна из точки АВС не лежит где? На твертых. На твертых, хорошо. Значит, АВС. И так, пленку эту удобно обозначить. О, знак Жорина, треугольник АВС, да, треугольник ХГГ. Ну, вот так обозначается множество отрезков, не знаю, УВ, где У – это из этого множества, АВ – это множество. Ну, вот такое определение, вот, и, по-моему, с ним легко получится доказать инвариантность, ну, потому что основная проблема с ними, да, то есть у нас, как бы, треугольник ХГГ мог, двумерный треугольник ХГГ мог как-то нехорошо пересекать контур второго треугольника. Да, ну, вот, как бы, это нехорошо, мы их уберем за счет правильного выбора точки О. Да, конечно, тут возникает еще одна лимма в промежутке, что от выбора точки О зацепленность не зависит. Конечно, чтобы эту лимму доказать, нужно ярмочетность, да, как-то, доказать это для трехмерного простого состояния. Ну, вообще, что всегда можно выбрать такую точку О? Да, и то, что всегда можно выбрать, давно не сказал, все, плавно за простоту. Ну, именно поэтому, как бы, я был бы рад, если бы прямое рассуждение нашлось, да, все-таки, если наша цель работать с треугольником, то мы надеемся, что этого можно избежать. Ну, если, если наша цель работать с ломанами, наоборот, не то, что этого избежать не получится, наоборот, как бы, это все очень просто по сравнению с обычными определениями процепленностей. Хорошо. Значит, тогда попробуйте тот или другой способ дом реализовать, тем более, что на это определение непонизволенных ломан задач в том числе простые. А сейчас давайте поговорим, а, поговорим про дикатуру произведения. Значит, это, вроде бы, со звездочкой задачи, так? Я так это считал дополнительно. Ну, собственно, да, вы, наверное, знаете, что такое дикатура произведения множества, да? И, соответственно, одно из множеств – это граф, скажем, лежащий во три, второй из множеств – это тоже граф, лежащий во три. Соответственно, их силикантов произведения будет двумерным подможеством в 6-ти нервной процентов, да? Вот. Но если граф состоит из отрезочков, да, то это двумерное подможество состоит из принобойничков. А, вот, да, составленных из произведения ребра графа А на ребро графа В, да? Вот. И, собственно, то, что предлагается – это есть формальное описание вот этого объекта. Ну, опять же, если А – это непроизводный граф, а граф Карен, да, для какого-то н, А – это граф Карен, то понятно, что АК РСБ – это объединение МН прямоугольничков. И там, ну, примерно понятно, как они друг другу привыкают. Давайте на примерчиках посмотрим. На примерчиках прямо для графов, да? Значит, граф Ка-2, а знаете, как я прямо вот буду по таблице рисовать, да? Значит, вот граф Ка-2 – это отрезок, граф Ка-2 – это отрезок. Как изображается великата произведения? Договорите. Да. Да. Это квадрат. Вот. Но… Наположайте сюда. Вот. Поскольку, значит, когда мы говорим про гиперграфы, про реализуемость… Ну, все-таки гиперграф – это набор треугольников, да? И реализуемость определяется на результате регуляции. То есть там пересекается, треугольник или нет. Ну, и поэтому, как бы, представим этот квадрат в виде объединения двух треугольников. Вот таких. Ну, и далее, как бы, каждый прямоугольник, который тут возникает, будет разбивать нам два треугольника. И один раз я это нарисовал, дальше не будет, да. Дальше я буду рисовать фигуру составленную из треугольничков, неразбитых на треугольники, но подоживаю, что я здесь буду здесь. Как моделяем покупать? Ну, у нас же вершины этого графа, можно сказать, что в точности числа от 1 до 1, то есть они упорядочены, да? Вот. Вершины этого графа тоже упорядочены. То есть, соответственно, этот прямоугольник есть произведение отрезка на ребра из 1 графа, где и меньше, чем же я, на ребра из 2 графа, где бы меньше, чем я. И тогда там, когда у вас ровно то, которое определение в книжке, можно взять. Ну, а, наверное, можно сказать, что для того, что нужно ничего не будет зависеть от этой ангуляции? Нет. Ну, это, конечно, только... Ну, нужно бы это определить от начала, что значит не зависит это все. Вот, треугольный нам нужен. Вот. Значит, следующий пример. Значит, грамм К3 – это треугольник, да? Значит, что будет декарственным произведением отрезка на К3? Ну, говорите. Да, это боковая поверхность, треугольный призма, да? Так что, собственно, мы, как бы, рисуем этот граф, и мы фактически рисуем его реализацию церковного пространства, да? Вот. Ну, и, если имеется произволь, да, если имеется К4, то что будет в произведении К4 на отрезок? Красивый рисунок. Ну, тут даже такого красивого рисунка там нет, он, конечно, простой. Значит, вот микроороны там... Ну, то есть, место таких призов присоединенных? Ну, да, но и прочее, ну, и так. Вот мы на плоскость нарисовали вот такой, чтобы граф, да? А потом в каждой точке построили отрезок, это международный плоскость. Это для объединения этих отрезков. Получили такие три комнаты без крыши, да? Ну, оно и есть несколько, да. Да, хорошо. Вот. И... Следствие четверток при небольшой комнатной отрезке внутрь. Вот. А дальше К5, так сказать. Ну, тут я уже рисовать не буду, хотя рисунок простой, да? Да. Значит, граф К5, ну, только я рисунок К5, не буду вставать. Вот. Он непланарный, поэтому, ну, хотя интуитивно понятно, что такое, что такое, опять, обнежный отрезок, да? Но вот эта конструкция не работает. А можно меня вообще изобретить без самопересечений? К5 крест-отрезок, только у меня на пространстве? Можно. Как? Даже как? Да. К5 крест-отрезок, умноженный на отрезок. То есть, цилиндры нас... Да, ну, К5. Ну, собственно, это сборщик. Мы взяли 10 полосок, да? Хорошо. Взяли 5 отрезков, то есть, я же пространство, да? Как-то. Любые 2 отрезка нужно полоской соединить. Прямоугольник. Соображать, хотя бы, так сказать, давно. На интуитивном уровне, на веке полосок, как раз. А легко сообразить как? Ну, К5 можно, например, резонизовать по атмосфере. Угу. Без самопересечений нельзя, конечно. Ну, естественно, на поспешине атмосфере, а рёбра внизлись. А, хорошо, да. Да, и чё? Ну, потом откажет и построит отрезочек параллельно, что внутри. И чё? И... Я не пересечу, в смысле? Ну, то есть, да. Любые 2 отрезка будут не параллельны, поэтому у них полоски-то можно надеяться? Почему эти полоски не будут пересекаться? Нет. Если полоски пересекаются, то их проекция, как говорится, эсистент трансферу... А, ты... Сейчас? Нет, плохо. Я не буду пересекаться. Угу. Да. Ну, хорошо. Между лёбрами есть какое-то расстояние, часть расстояния. А, лёбру уже нарисованы в трехмерных пространствах. Между лёбрами есть какое-то расстояние. Между лёбрами есть какое-то расстояние. Да. Да. Достаточно. И, собственно, получится даже вот именно такая линейная реализация. Реализация вот по этому определению. То есть, я хотел сказать такое решение, что нарисуем рамки определенно волосы с самим пересечением, да? Потом места пересечения, ну, одно из лёбра, не знаю, ну, одно из лёбра под ним и проведём на дружину, да? Это можно сделать так, чтобы где достаточно маленький эксилон, потом можно было бы оставить эксилон забор на каждом лёбре, да? То есть, даже если эксилон заборы не пересекаются, да? Вот. Это решение даст нам не линейную реализацию, а кусочек линейной. А вот то, что Миша предлагал, где-нибудь линейную даст. Ну, хорошо. Да. Итак, линейную можно получить и так, как Миша предлагал, и, собственно, взять точки в общем положении, и там как бы, ну, ещё там общее положение использовать, чтобы подумать, куда вот такой маленький вектор направить. Вот. Хорошо. Соответственно, для любого N, Деканду образец, вот так реализуется этот мерный пространство. Вот пример. Значит, ещё один пример, значит, стало быть, К3, К3. Это надо взять три полуплоскости, имеющие общую прямую в пространстве. Угу. Вот. Внутри, вот, подогнул, что двадцать градусов друг к другу для норклядности. И на каждой изобразить вот копию другого множителя и сединить их. Чего? Ничего-то мудрёвым. Ну, во-первых, все понимают, что, где каждое произведение окрузится на окрузе ТОР, да? Поэтому, в принципе, тут речь идёт о такой... О трёхворечке, когда трёхворечке. Ну, о трёхворечке. О такой, кусочной линейной реализации ТОРа в трёхмерном пространстве, да? То есть, нужно взять вот эту боковую каршность призма, вот такую вот. И, так сказать, часть дальней от вас чуточку продолжить, да? Чтобы, если три такие штуки взять, то они бы соединились одна здесь, одна здесь, одна здесь. И получился бы такой толстый составный трёхворечке, как там в статье нарисованном даже. Вот. Ну, следующий вопрос. К3-К4. Значит, можно ли это назвать в пространстве? Какой у нас торон ТОРа трёхворечный? Какой у нас торон ТОРа, нечего-то, как сказать? А где сторона ТОРа, который получался К3-К3? Ну, если взять плотную поляризацию, да, и так же, ну, пробовая делать и ТОРа, только ТОРа, но начинка ещё будет вот из точки. Хорошо. Ну, то есть, может быть так правильно, а двойственный способ, который предлагает Нази, видимо, не получится. А, да, точнее, ну, если бы, да, хочется, скажем бы, взять страйвер в трёхворечном пространстве, да, вместо каждой стороны взять трубочку такую, да, трёхворечную. По-моему, это не получится, это можно сделать, но получится совсем другая фигура. Ну, короче, попробуйте собрать почему. А вот двойственный способ, который предлагает Данил, работает, да, вот, по нашей старой конструкции, у нас как бы был, ну, значит, был такой, была такая заготовка, да, клинка, да, так вот возьмём не двумерные клинки, и двоё, например, всё трёхмерное сечение, да, без двумерной клинки. И в этом клинке, в каждом треугольнике двумерном выберём вот такой вот граф К4. Получится семейство графов К4 параметризованных отрезков. Возьмём одно вот такое семейство, второе вот такое семейство, третье вот такое семейство, да. Они вместе образуют... Ну, три полуфачки, входящиеся в пространство, и на каждой копии изображаем, и соединяем. Да. А два шкафа можно ставить? Дорисовать можно, задать формулу, наверное, ещё проще. Вот двух статьи и рисунок, и формулы есть. Да, такое творческое полудение. Ну да, да, да. С подвешенной... А как творчество подвешено на трёх... Внутри ещё вот трёх полосках. Подвешено... Мне очень понравилось слово, но ладно. Нет, ну вот как, то, что подвешено на трёх отрезках, а так как она будет эта, то она на трёх полосках будет. Хорошо. Ну вот, ну то есть всё это разумно довести до доказательства. Наверное, что картинка очень красивая, особенно если в этом то ли там дырки вырезы, да, чтобы смотреть, что происходит внутри вот с этим, да. Но картинка, конечно, доказательства не будет. Доказательства будут красивые. Вот. Конечно, нужно аккуратно доказательства провести, хотя оно будет не очень наглядно, а лучше и то, и то. Вот. Собственно, всё это нужно для того, чтобы подвести вас к нетривиальному результату, о том, что КН крест К3 не реализуется в такой же пространстве. Можно выразить, извините, К5 крест К3, то есть для каждого произведения граф К5 на окружность, не реализуется в такой же пространстве. Вот. И, как бы, с одной стороны, понятно, потому что розик К5 не планарный, поэтому обычная консульция наша не проходит, да. Но, с другой стороны, это не очевидно, потому что К5 крест К3 реализуется. Вот. Ну и здесь, да, опять же, мы не будем доказывать не реализуемость в фотоапологическом смысле, даже в кусочной линейном. Докажем только линейную не реализуемость, которая там формализована вообще без усилинания графов, индикаторов произведений, гиперкарпов, на языке с этим точек. Нужно ли прокомментировать то определение, и после всего этого понятно, что оно адекватно отражает линейную реализуемость вот таких вот декартовых произведений, как, по-моему, так. Ну, вот эта теорема там сформулирована так, что не существует 5 типов произведений с другими красавцами. Нужно ли комментировать формально определение этого статьи и перелять? Угу. А это реально какое-то множество на айдер, о которых говорится? Ну, конечно. То есть, ну, если я говорю протопологическую не реализуемость, неволожимость, то это буквально, то означает, что не существует, там, скажем, топологического напряженного отображения из каплет-крест-катри, лежащего в А6, да, в примерной пространстве. Но мы этого не доказываем в нашем курсе, а доказываем гораздо более простые вещи, более комбинаторные. Вот. Мы доказываем отсутствие линейной реализуемости, которая формулируется на 10-7 точек. То есть существует таких 15 точек в примерной пространстве, что там треугольники. Понятно, какие. Ну, точнее, среди треугольников, понятно, каких, существует два треугольника, с неперескачивающимся множеством вершин, которые имеют общую точку. В общем-то написано, что там два МН треугольника. Два МН? А, ну потому что прямоугольников-то МН, да, а треугольников надо больше. Сейчас. Если я выбираю карен пресс-карен, то прямоугольник-карен? Да. То прямоугольник-карен? Нет. Ну, посмотрите, посмотрим на карен пресс-карен, да? Это, наверное, вершин, который в таблице разумно, если да, даже записать. Потом двумерный квадрат, да, прямоугольник устроен вот так. То есть мы берем любую пару вершин здесь, да, любую пару вершин здесь, и вот тут вот строим такой, отличающий вот именно пятый парик пар, прямоугольник, да? и вот треугольник будет произведение, а треугольник будет произведение умноженное на то, да. То есть есть аллописный, что? Треугольник. Спасибо. Где, конечно, соответственно? Самое начало – 13. Хорошо. Остро и порядок, да? Ну, я как бы скажу два слова по поводу доказательства. Собственно, ну, кажется, такая мудреная вещь, там какая-то сложная конструкция, 15 точек, очень много партографчиков. Вот. На самом деле она делается ровно те элементы, которые мы постоянно осваивали, а именно все точки равноправные, поэтому берем вершиновые клавалочки, отделяем ее от остальных плоскостью, да, проецируем остальные точки на плоскость, и там плоскость получается некоторая теорема про обычный граф, да, которые нужно увидеть, доказать. А, тут точно, да. Угу. 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 Ну, то есть, вот это указание, значит, собственно, и к значим, которые были в прадикатовое произведение, и к тем, которые будут. Угу. Угу. Значит, а сейчас давайте поговорим про прочетность, про нереализуемость, ну, четверг-мерном пространстве. А, может даже я... А, сейчас... Да. Наверное, я попрошу, скажем, Мишу, ну, или Егора, если вы сможете, доказать теорему про 7 точек в четверг-мерном пространстве, про существование пересекающихся тревогиков. Так, сейчас там... Ну, для вырос 7 точек в четверг-мерном пространстве существует два треугольника с не пересекающимися множественными шинами, которые пересекаются. А, сейчас... Ну, или... То есть, это заметно интересно знать, да, или, видимо, а остальным этим интересно или не очень. Ну, мы это избирали в прошлый раз. Ладно, тогда, если... Ну, если нет мнения, то давайте разберем. Просто мы пытаемся доказать сегодня не более сильную вещь, да, что не просто такая точка существует, а что количество этих точек нечетно. Это будет заодно решение в одной из задач, с которой работаем. Но, чтобы доказать нечетность, нужно как-то восстановить, проговорить о рассуждении существования. Смотреть его? Сейчас. Так, тогда, Гринил, давайте к теорему родозы рассказывать, как вы уже давно собирались. Ну, утверждение о том, что либо найдется при отображении кусочной линейной грамм К4 это... 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 накладка, либо найдется... найдутся образы несмежных ребер, которые пересекутся, либо найдется образы шины, которые будут лежать внутри образа грани. Вот это следует из... утверждение о том, что сумма вот таких пересечений и... попаданий точки в область противоположной грани ничемна. Вот, а ничем... Сейчас, Грин, ну, запишите, какая сумма, потому что для высочной неимого отображения там можно по-разному понимать такое пересечение. в общем, количество парок, несмежных ребер, которые пересекаются... Боюсь, что вот так будет неправильно как раз. Это то, что количество пересечений, потому что они могут несколько раз пересекаться и... Поехали. 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 то, что и ейта или ежитая не соседняя вера. И... Ну, сложнее... Опять же, знак суммы будет написать под ним д s и пресечений свежий пуск, но как все-таки небольшая вещь рабочее в таком последнеем инвалиде. Который не дает возможность пере Yani you ね многими понап newer Now так вот это Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Здесь два шара. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Был бой, а вместо него теперь есть какая-то сложная карта на его... Когда можно сюда его бой перескать, и все может происходить. Понятно, что измениться может и то, и другое, но нужно отдельно посредить, что может произойти. Давайте начнем с пересечений местонежных рейдеров. Те слагаемые, которые могут смениться, это слагаемые, в которых одно из звездок, а вот это. То есть их всего шесть, нужно осмотреть. Ну, три партии новых. Глуб с несмежным ребром. Два. Да. Вот. То есть голубое ребро с ребром, вот какая-то третья, одного, в общем, соединяющего вот эти две вершины. И красное с тоже ребром, соединяющим эти две вершины. Как оно может смениться? Ребро соединяющий эти две вершины, это ломаная. И два ребра вместе, вот красное и синее, это замкнутая ломаная. Значит, нам хочется из этой ломаной тоже сделать замкнутую, чтобы воспользоваться леной отчетности. Давайте дополним сложное вот это ребро простым отрезком. Ну, там, как-то функционированный слой. То есть это не образ никакой, это просто... Вот, тогда у нас есть две замкнутые ломанные, а две замкнутые ломанные пересекаются в черном числе точек. Вот. Так, ну, кажется, это недостаточно, да, что... Доступственные предназвания первой суммы? Да, да, первой суммы. Вот. Так, если второй сложнее... Напишите вывод, к чему первая сумма оказалась равна... Вот этому? Нет, ну, если мы про это ничего не говорили, мы говорили... А, сейчас... В смысле? ...пересечение там отрезка и замкнутые ломанные там... Ну, как-то можно это написать, что так-то... Что-то в голове у нас не осталось. То есть, если мы получили что-то мутное, это не сумма из-за четко, не получится этим восходиться дальше. Да, сейчас, тогда обратно. Одна там отроломанная, это объединение синего и красного. Вторая там отроломанная, это объединение пунктира и... Давайте... Два... Два... Три... Четыре... Ну, я в начале лучше был ответ сказать о том, что там было бы не И, 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 И. Кто-то будет как бы и сразу начали ее с чертой грамот написано Сейчас не меняемся Хорошо. Одно это у нас 3-4... Нет, не там, а с ума сверху. Да, сверху. Сумма равна rate. И лучше не 3-4 синий, а еха 3-4 дай мне намного любнее права. Более прав pictures. 1, 3, 4. Слихо 3, 4. Срава подголовная. Равенство с 3, потому что это не равно как раз... Ну, тут стоит черта, и слева от черты написано изменение первого слога. Да. И эта струка пересечит с... Пересечит с точками к жизни. Я просто тогда не верю. С другой стороны. Пересечит с точками к жизни. Да. Пересечит с... В отрезком монетного. Или отрезком R под 1, R под 2, чтобы говорить о нем. Не вершинная копость. Да. R под 1, R под 2, как не R под 1, а F1, F2, как отрезка. Да. Вот. Вы там сколки поставьте себе, там... Нет, нет, нет. Вокруг объединения. А! Согласен. Это первая сумма. Не первая сумма, а изменение первой суммы при переходе от цепка штриха. Согласен. Да. Теперь вера вторая. Здесь... Ну, нам придется использовать внутренности помодры 2, и рассмотреть... Сейчас. То есть, что могло произойти? Мы вершины не трогали такие, а грани мы трогали те, которые... В том числе включают в себя ребро 3, 4. Вот. Соответственно, какие грани включают в себя ребро 3, 4, 1, 3, 4 и 2, 3, 4? Значит, это... Я пока неформально решил, чтобы не добиться, а потом... То есть, 1 пересечься 2, 3, 4 и 2 пересечься 1, 3, 4. Вот. Поэтому что здесь изменилось? Ну, 1 и 2 не изменились положения, а образы грани, соответственно, изменились. Изменились. И то, и другое. Угу. Потому что изменился образ ребра 3, 4. А... Так. Сейчас. Теперь надо это аккуратно тоже нормально перезаписать и... Нет. Это не одно. Я это еще рано аккуратно записывать, потому что это еще не ответ на вопрос, как изменилась тогда сумма. А... Так, да. Старая сумма изменилась... Может, ответ приводит, как бы лучше еще более удобно их увидеть. Ну, в принципе, я тебе известно или это мне очень интересно. А. А... Так, а Миша, насколько это... Я вас понял, я еще не знаю. А, вот отсюда... А, вот отсюда... Ага, ну ладно. Мы сейчас все расскажем. Мы все говорим про внутренности. По-моему, да. Но из-за того, что здесь куча происчетней, иначе непонятно, о чем еще будет. Давайте не будем тратить в фильме. То есть видно, что и вы понимаете. Я опять за это понимаю. Да, вы, конечно, с нашей помощью разговариваете. Если бы это было задачей на сегодня, это было бы, наверное, не очень здорово. Поскольку это задача на один из прошлых разов, но понятно, что не так просто, смотрите. Хорошо. А если у нас... Интересно, почему внутренне смолония 2 содержится у себя, если она где-то далеко? При таком подходе это разве нужно? Мы сможем доказать, что сейчас... То есть если не доказывать эту штуку напрямую... Наверное, вершинка лежит в образе графика. Что? Что вершинка лежит в внутренности по модулю 2 цикла образования. Что здесь лежит? Я думаю. Может быть, раз, может, нет. Ну... И по-другому это считается, что вершинка лежит? Да. Вот. Почему здесь вершинка лежит в внутренности по модулю 2, она лежит в образе графика? Нет. Но это нужно будет, если мы будем вот эту версию теоремы Радонова выводить из другой формулировки, которая участвует в внутренности по модулю 2, да? Вот здесь мы шаг не делаем. Сейчас мы доказываем, что они тут смотрят, да? Нет. Сейчас мы доказываем именно, ну, обычную формулировку через отражение стрази в плоскости. Это пункт Б, а не пункт А. Тогда я не знаю. Ну, нет, просто уже поздно, тогда я просто на это попрошу, ну, собственно, всех подготовиться к рассказывать задачи, да? Ну, в частности, и Миша может сам сообразить, ну, паланты за одну, да? Что берем вот такое число для каждого отображения общего положения F, если строить эту плоскость, да? Доказываем, что оно не зависит от выбора F. Ну, причем, чтобы доказывать, что не зависит, берем непроизвольные два F, F и F' а там почти лидер соподающий. Так что, додумайте. Значит, я сейчас дам последнее корочество указаний по поводу количественной версии теоремы про 7 точек, в четвертмерном пространстве. Ну, во-первых, как всегда, чтобы эту теорему доказать разумно начать с поломерного аналога, да? А поломерный аналог-то настоящий, это не теорема про 6 точек в четвертмерном пространстве, а теорема про 5 точек на плоскости. И, соответственно, от нее нужно пытаться взять решение не то, которое обычное, то есть не перебор от полочки, а то, которое через индукцию к одномерной теории. В этой одномерной теореме проявлено нам нужно ее сформулировать так. Делевых четырех точек на прямой, количество разбиений на две пары, которые зацеплены, нечетно. Делать такую теорему, используя ее, используя как бы отделение одной точки от остальных прямой, доказать теорему за 5 точек в пространстве, причем в более сильном виде в количественном пространстве, и в четвертмерном количестве пересечения, да? И вот это рассуждение перенести потом на четвертмерный случай. А здесь, конечно, еще одна идея будет нужна. Вот здесь нужно будет взять как бы каждую из 5 точек, да? И для нее провести вот такое рассуждение, но при этом ровно такого не получится для тех точек, которые невозможно от остальных отделить прямой, да? Такие будут, конечно. Ну, тогда как бы их нужно, например, умой, управлять о маленькой окружностью, там, или кусочной линией окружностью, то есть треугольником, да? И на этот треугольник все центрально проецировать, и в этом треугольнике применять соответствующую теорему. Можно включать. А это просто.